Пам-пам, с вами Карина! Сегодня у нас топ Митроидва Нинанес! Если вы считаете, что я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И на пятом месте Ругар! Приключенческая игра Ругар повествует о бесстрашном безымянном войне, который отправился в свой героический поход с целью прекратить тиранство злобного короля, восстановить мир и порядок в большем царстве. Вы непосредственно примете участие в этой эпической миссии и проникнетесь атмосферой игры. У главного героя в арсенале имеется необычный щит с длинной цепью, которым он активно пользуется. Особенностью игры является ролевая система! В целом мы имеем довольно оригинальный и смелый проект, созданный к тому же японской фирмой Текма, которая известна нам по трилогии Нинджагарден. Четвертое место! Факсануди! Легендарная игра, выпущенная на игровой приставке NES! Вы! Последняя надежда эльфов! За пределами городских стен скрываются чудовища, что готовы уничтожить все на своем пути. Внутри стен, вода и время на исходе. Вскоре древний эльфийский город Эолис исчезнет в вечности. Только вы можете спасти Эолис. Третье место! NES версия Стридер, выпущенная через несколько месяцев после аркадной версии. Адаптирует сюжет манги Страйдер Хайо. Страйдер вам предстоит играть в ниндзю-спецагента в будущем. Известный Спешл Паркур. В процессе игры действительно чувствуешь, что играешь за ниндзя. Такое уж гладкое управление. Персонаж умеет все, что вам может пригодиться для комфортного прохождения. Второе место разделили. Костыльвания 2 Симонс Квест. Спустя семь лет после победы над Дракулой, Саймон попал под его проклятие и чувствовал в себе сильную боль. Во сне к Бельмонту является один из потомков клана Бельнадес и сообщает ему, что близится его гибель. И единственный способ снять проклятие, это воскресить Дракулу и уничтожить его еще раз. Что и станет целью игры. В разных замках собирать части Дракулы. В игре присутствует режим смены дня и ночи и валютная система. Разработкой Саймонс Квест руководил Хитоси Амацу. А также на втором месте Бластер Мастер. Локализованная версия японской видеоигры Чао Вакасей Сенки Метафукс. Японская и американская версии игры имеют одинаковую графику и геймплей. Но сюжет был полностью изменен для американского релиза. Механика геймплея позволяет игрокам повторно возвращаться на пройденные локации, как и в The Legend of Zelda. Другим немаловажным аспектом игры является способность главного персонажа получать силу побежденных боссов, как в Мегамане. После выпуска игра получила признание многих игровых изданий. Nintendo Powers 63 место из 100 лучших игр. Electronic Gaming Mountie 184 место из 200 великолепных видеоигр. И на первом месте топа Metroidvania внезапно Metroid. Игра была одной из первых, предоставляющих весьма нелинейное прохождение на домашней консоли. И следующие части игры продолжали эту тенденцию. Эта игра вместе с остальными играми серии также заметна смешением в различных жанрах, поставленных на постоянную модель игры. Также Metroid была одной из первых игр, использующих систему паролей. Игра была одной из самых популярных в RNS.